Наш следующий гость тоже мог бы стать героем добрых новостей, ведь для края он сделал немало. Сегодня утром в нашей студии Сергей Сокол, известный российский политик. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Сергей Михайлович. Много времени вы прямо сейчас уделяете поездкам, мы знаем. Вот хотелось бы узнать, где были, в каких точках Красноярского края. Объехал вот за эти три недели, наверное, весь край. Был и на севере, в Норильске, на Таймыре, и в Приангаре, по всему Приангарию проехал, и на востоке, и на западе, и на юге, и все, в районы, которые вокруг Красноярска. Ну, то есть пока еще не везде, где я хотел, но уже так значительную территорию охватил. Но если говорить о том, что вот увидев все, можно так сказать, изменился или Красноярский край? Да, Красноярский край изменился. Есть много нового. Есть, например, при Ангаре работает то, о чем мы когда-то говорили и задумывали на бумаге еще в то время, когда я работал в команде Александра Геннадьевича Хлопойна, здесь заместителем губернатора. Бугучанская ГЭС, завод алюминиевый, лесоперерабатывающий кластер и так далее. В целом, обстановка в районах внушает позитивные ощущения, нет вот этой депрессии там какой-то, нет там чего-то такого, из-за чего можно было бы там, ну, там вот говорят, кризис, там все плохо. Не ощущается. Команда, команда правительства края во главе с губернатором Александровичем Толоконским знает, куда идти, главы работают в честном контакте с правительством, поэтому да, есть сложности, есть дефицит бюджета, многие проблемы поэтому не так быстро решаются, как хотелось бы, но в целом понимание, куда развиваться, есть. И в том, что касается вопросов поддержки на федеральном уровне, как раз вот и буду стараться оказывать всяческое содействие губернатору. Сергей Михайлович, вы три дня провели в Норильске, какие-то вопросы успели решить за это время? Какие? Ну, в Норильске я в свое время прожил пять лет, в молодом очень возрасте, я возглавлял там Норильск Газпром, было очень серьезное, очень достаточно такое непростое время. Конечно, там был очень теплый прием, и я успел побывать и не просто в Норильске, а еще и съездил на промыслы на Норильск Газпрома, был в районах, а в районе Уст-Инисейском летал на вертолете, откуда в свое время избирался тогда еще в 99-м году депутатом в Таймурскую окружную думу. В общем, было очень интересно, вспомнили многое. Пришел, было все тогда сложно. Сложно. Когда уезжал, мы уже с Александром Геннадьевичем зажгли факел на Пелятнинском газоконденсатном месторождении. А после многочисленных встреч с жителями края у вас наверняка уже, наверное, появилась какая-то программа? Да, ну, конечно, общение с людьми, общение с жителями, общение с главами, оно дает представление о том, какие насущные потребности у людей, что волнует. И начинает уже многое вырисовываться. Ну, вот первое, что... Ну, до программы пока далеко. Давайте сейчас вот праймерис пройдем, а потом выберем, там, программу подготовим. Ну, естественно, базовое представление есть. Самое главное, что я считаю, нужно сделать, нужно возвращать как можно большее количество денег в край через участие в программах. И в этом плане нужно поддерживать губернатора в том, чтобы ставить перед Москвой напрямую к правительству и министерству все вопросы в интересах края и добиваться их решений. Это обозначение перед инвесторами, какие есть инвестиционные возможности здесь в крае. Много площадок, главы говорят, все, мы хотим, мы готовы, есть площадки, есть вся инфраструктура. Никто о них не знает. Вот об этом нужно говорить. Ну, и, конечно, при всем при этом совершенствование законодательства в сфере, в том числе, малого и среднего бизнеса, это самая животрепещущая тема. Нельзя забывать о социально незащищенных в слоях населения, изыскивать резервы для того, чтобы выполнять свои обязательства государству перед людьми. Поэтому, ну, есть над чем работать, вопросов много. Ну, какие-то проблемы можно решить уже прямо сейчас? Из тех, что вот обозначились. Ну, их надо, это все проблемы такого глобального масштаба достаточно, и они в дальнейшем приносят такой же эффект, как, к примеру, ну, вот когда-то, нельзя же рощерком пера, да, там, поднять ВВП, там, да, например, нельзя. Ну, нужно работать, нужно готовить, нужно начинать с малого, как вот было с богучанским кластером, да, когда-то вот в начале 2000-х начали, и там через 10 лет, вот вам, пожалуйста, уже очень серьезные объекты, которые работают. Сергей Михайлович, вот в это воскресенье будет проходить предварительное голосование, так называемый «праймерец». Вот готовитесь ли вы к нему и как? Ну, предварительное голосование – это мероприятие, которое проводит партия «Единая Россия», для того, чтобы выявить, какие представители будут участвовать, представители партии, да, будут участвовать потом на выборах уже в сентябре. Эти представители будут выбираться не там как-то где-то в кабинетах, непонятно как, а вами же можно будет прийти на участок, нужно только выяснить, на какой участок прийти, это можно узнать на сайте pg.er.ru, и там будет понятно, куда прийти, значит, 4 бюллетеня, ищите, там просто и два по Думе, по Госдуме, два по Заксобранию, ищите знакомые фамилии, которые вам импонируют, которые бы вы хотели видеть, как ваших представителей в законодательных органах, и ставите там галочку. Галочек можно ставить несколько, сколько хотите, там рейтинговое голосование. И, соответственно, на основании этого будет понятно, кто получил наибольшее количество голосов, и именно эти люди потом будут участвовать в выборах. Ну, я надеюсь, явка будет достаточная для того, чтобы определить кандидат. Погода хорошая, но, с другой стороны, вот участки работают с раннего утра до 8 часов вечера, можно успеть и на шашлыки, и вернуться. Ну, должно же быть, наверное, не безразлично, кто будет потом представлять в законодательных органах тебя. Да, поэтому вот желательно прийти и поставить галочку в нужном месте. Спасибо вам огромное. Напомню, Сергей Сокол, известный российский политик, был сегодня у нас в гостях этим утром.